Добрый день, друзья! Начинаем партия между российским шахматистом Яном Непомнящим и Максимом Вашилограммом к вашему служу. В шестом туре в России играл против Европы и Ян на первой доске после тяжелого поражения от Вишонана Ананда, этот клип вы, наверное, уже видели, встречался с французом, многоопытным шахматистом, первой доской Франции на протяжении многих лет, но и, безусловно, одним из конкурентов на матче претендентов. И так, естественно, никто не хотел показывать какие-то суперзаготовки, тем более, что белая партия, которая еще есть в запасе у Яна во втором круге матча претендентов, естественно, должна состояться рано или поздно. Поэтому после Е4 Максим Вашилограмм ответил С6, что, в общем-то, ему не то, что несвойственно, а он так практически никогда не играл. Итак, значит, после С6 возникла защита каракан, причем каракан с ходом Е5, слон Ф5, конь Ф3, Е6, слон Е2. В общем-то, стандартная игра, и у черной сразу провели С5. Ну, могли играть конь Е7, конь Д7, многие ходы делаются, но С5 один из таких, одно из главных направлений в этой позиции. Слон Е3, ферзь Б6, острый вариант, считается достаточно давно, и репутацию заслужил как сверхбоевой. Конь С6, и вот здесь Ян делает первый достаточно редкий ход конь А4, то есть чаще все-таки употреблял С2-0. Ну и вот после хода конь А4 возникла форсированная следующая позиция, СД. Бывает, если черный закрывает позицию ходом С4, но после взятия, 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 конь Е7, конь направляется на С6, чтобы работать с центром конь НКПК на краю доски, Ян сделал первый достаточно интересный ход. С Ж4 так еще не играли, то есть позиция встречалась несколько раз, но вот С4 никто до этого не ходил. С Ж4 ушел на С6, ваш елограф, можно было, конечно, слон Е4 вытащить Ф3, но неизвестно. Может быть, Ян бы реагировал архировка с идеей конь С5, этот вопрос пока за кулисами. Итак, конь С5, нападение на пешку Б7, поэтому черные тащили ферзя, защитили эту пешку, и белые пошли в атаку. А4, А5 стандартная игра, то есть черные таким ходом выбивают для своих фигур важное поле Ф5. Взяли на А5, у белых появилась лишняя пешка, но вот у черных укрепились фигуры на этом замечательном поле. Ферз Б3, также мы видим, компьютер не одобряет эту идею, предлагая взамен играть Ферз А4. Здесь сложно сказать, какой ход здесь лучше, потому что позиция крайне запутана. Можно было играть также Ладья Ж1, но сейчас это не столь важно. Мы говорим все-таки о быстрых шахматах, о игре в интернете. Здесь, естественно, хвалить, как-то ругать противников, ну, наверное, слишком будет перебор. Поэтому я обнаружил у себя 3-0, естественно. 3-0 очень активный ход, такой мега агрессивный со стороны француза. Но, тем не менее, А4, белые сразу реагируют, бросаются в атаку. Но стратегически у черных на самом деле все замечательно. У них тоже есть здоровая пешечная структура. Мы видим вот это F7,6, D5. Хорошая цепь пешечная. Король пока в безопасности. То есть, на данный момент никаких ударов, никаких забот у него нет. И в то же время черные как раз-таки хотят подумать о центре белых. Что делать с королем белых? Тоже вопрос. Грать ли в 2-0? Но, опять-таки, надо помнить о том, что вот эти пешки, они не, как говорится, не вечные. Их могут в какой-то момент черные, как говорится, поработать с ними. Ну, вот после конь С6 Ян спокойно совершенно сыграл А5. И француз ударил на Д4. Была также возможность ударить на С5, съесть на Е5. Но это совершенно другая линия поведения. Ну, которая, безусловно, заслуживала также серьезного внимания. Значит, взял на Д4 и взял на С5. То есть, опять-таки, практично достаточно сыграно. Ладья С1 в этой ситуации белые, конечно, могли сыграть. Но после Ферзь бьет А5. В общем-то, позиция, наверное, черных ближе к тому, что, скорее всего, они выпускают небольшой плюс. А вот в парке после ДС Ферзь бьет С5 наглый, достаточно ухода. Сделали 2-0. 2-0 опять-таки не одобряет ведущая программа. Советовали играть Ферзь С3, переходить в такой Эншпиль. Но не ради такого Эншпиля белые все это затевали. Безусловно, потому что короли открыты. Это означает то, что будет боевик. Итак, 2-0. Идея, понятно, ладья С1. Поэтому черный король уходит на Б8. Атакован Ферзь. Ферзь возвращается на Е7. Таким образом, смотрит на пешку Х4. То есть, вопросы с пешкой Х5 также остаются актуальны. Что слон на Е2 прикован к защите этой пешки. Ну, а у белых что? У белых есть определенные зацепки. То есть, идея где-то вскрыть позиции ходом А6. Но вскрыть, скорее, это больше слова, чем действия. Потому как после А6 черные всегда сыграют Б6. То есть, закроют все возможные ползновения. Так или иначе, последовал ход А6, Б6, ладья С6. В этом случае белые периодически угрожают взятием на Б6 с последующим подключением слона через Б5. С этим, естественно, надо считаться. И вот пока в А6 делает ход слон Е4. Тоже очень высоко играли оба соперника до этого момента. Имеется в виду, что качество хода было достаточно высоким. Итак, Ф3. Вот такой тоже наглый, точный ход делает Ян. Но следует контр-жертва. Жертва целой фигуры. Ладья Б8-5, ФЕ. Он забирает важную фигуру, центральную слона. Но в этом случае, мы увидим, открывается положение белого короля. Черный ферзь. Да и ладья, в принципе, могут очень быстро создать серьезные проблемы. Ян играет слон Ф3 в человеческое решение. Потому как хочется сохранить вот эти вот идеи, связанные со взятием на Б6. Вот компьютер предлагает играть в Ферзь G3. Но тем не менее, уже позиция черная. Как ни странно. Несмотря на то, что у белых лишняя фигура. Достаточно сильно компенсация имеет. Поэтому здесь, конечно, стоило подумать. Может быть, придумать какое-то более четкое положение. Но, опять-таки, слон Ф3 от этого отказаться как-то крайне сложно. Итак, последовал также неудачный ход ладья Аш-3 от французского маэстро. И после этой неудачности ладья Аш-3 советовали черным Ферзь G5 сыграть. А белые отреагировали еще хуже. То есть, ЕД это оказалось просто ужасным ходом. Который, по сути дела, предрек белых неприятным последствиям. А стоило сделать какой-то колоссальный профилактический ход королью Ф1. И после чего на ДЕ у белых возникала вот эта вот идея, связанная как раз с ходом ладья Б6. Вот здесь мы видим, что это как раз-таки все и работает. Здесь черные должны защищать с ладья Д5. Ну и, скажем, после ладья С1, С1, ладья С8, белые. Легко побеждают. Вот такой вот фантастический ход королью Ф1 нужно было сделать. Но я его не сделал. Были определенные проблемы со временем. И получилось так, что ничего не получилось. Он взял на Д5 и сразу же выскочил ферзь с шахом. Мы видим, король теперь не в безопасности. Король ушел на Ф1 и продолжил наседать французский шахматист. Висит слон на Ф3 и после хода ладья А3 последовал шах. Еще шах. Здесь черные могли довольствоваться, видимо, повторением ходов. Но думаю, что скорее француз просто наваривал время. И, естественно, съел на Е5. Мы видим, что компенсация в виде открытого положения короля, ну, просто страшная. То есть защищаться на секундах, тем более, такие позиции, ну, это дело совершенно неблагодарное. Король Д3 последовал еще один классный удар на Д5. Отдается временно ладья, но следует в такой шаг и выясняется, что теряется ферзь. Также мы видим, что нельзя сохранить три фигуры, две тяжелых и слона, потому как последует шаг на Е4 и потеряется ладья. Поэтому взяли ладью. И вот после еще одного жесткого хода ферзь Е2, король Б1 ЕД, мы видим, что черные получили совершенно выигранную позицию. То есть, ну, здесь, конечно, нужно еще проявлять определенную технику, но вообще сложно защищаться. То есть матовые ресурсы здесь, от матовых ресурсов достаточно легко защититься черным, а вот с пешками достаточно непросто бороться, тем более, они все связаны. Ф7, Ж7 это страшная пара. Итак, после ладья А3, черные пошли Д4, то есть висела пешка на А6, поэтому белый сыграл ладья А3. Ладья ушла на С2 и после ферзь Б5, ладья Д2, еще очередного шаха, серия шахов, пешки черных ринулись вперед, но и, в общем-то, их было уже, наверное, не остановить. Ну, и, может быть, Ж4 немножко не технично было сыграно, может быть, стоило сыграть ферзь Д5 предварительно, но, так или иначе, пешка пошла очень далеко. Несмотря на потерю пешки на Д4, черные, ну, продолжали играть немного не точно. Тем не менее, позиция белых оставалась все время подозрительной, и вот, чтобы спасти такую позицию, нужно совершенно, не знаю, какие-то чудесные встречения обстоятельств объективных, потому что защищать, ну, такие совершенно позиции крайне неприятны, то есть мы видим, что всегда мы эту пешку не можем съесть из-за всяких шахов, ладья не работает, надо следить за движением второй пешки. Ну, и ходом Б5 черные еще больше раскрывают положение своего короля, то есть они в этом случае чуть больше пространства имеют. Это замечательно. После шаха король идет на С7, и логичное, разумное решение съесть эту пешку на Ж3, которую Ян и использовал, но мы видим, что он здорово причесал эти пешки, и вот кажется, что уже худшее далеко позади, к тому, как связанные пешки должны были решать исход борьбы. Ну, вот видим, что француз тоже оказался не железным, ошибался, но так или иначе мы видим, постепенно, постепенно черные пытались еще больше поднапрячь противника при случае А4, но мы видим, что вообще здесь, конечно, проиграть, наверное, уже сложнее, чем сделать ничью. Ну, значит, и после ладья Д3 и ладья Ф3, в общем, позиция, опять-таки, стала, наверное, битой ничейной, потому что сейчас уже угрожает просто вечное преследование короля. И вот, значит, после очередной порции шахов фирс пошел на С7, король вернулся на Б1, то есть с целью отнять это поле на С2. Ну, и после Ф4 ладья Х3 мы видим, как ругает ходы, буквально каждый ход ругает компьютерная программа. Естественно, это далеко не правда, то есть все ходы достаточно человечным, и нельзя винить игроков, как я уже сказал, за какие-то помарки. Но, объективно, помарками назвать это сложно. Итак, что было дальше? После серии ходов Максим повел еще пешку на А4, взятие, король побежал на А5 с целью прихватить на А4. И, в общем-то, это ему удалось, естественно. В какой-то момент он, естественно, съел. Ну, и вот, в общем-то, в этой позиции, ну, белые могли продолжать осуществлять стойку королем, то есть на Ф1, на Ж1, ну, или сыграть, как сыграл Ян, то есть никаких шагов сейчас нету, а пешка на Ф4, конечно же, падает. Ладья Д1. Почему Ладья Д1, почему не король Е2, остается загадкой, но, тем не менее, Ладья Д1 и король Ф1 было сыграно. И вот здесь мы видим, что немножко француз здесь преуспел. Опять-таки, на Ладья Д3 стоило сыграть. Ну, Ян пытался свою Ладью оставить какой-то свободной с целью, видимо, не блокировать эту пешку, а с целью ее все-таки уничтожить. Так или иначе, последовали некоторые шахи. Вот мы видим, двинулась пешка Б, и очень хорошо вовремя она это осуществила, движение. Произошла небольшая лесенка. Потерялась пешка с шахом, но у черных теперь что? Очень далеко продвинута пешка, и вот угроза размена пешки на Ладью, она стала очень весомой. После отхода короля на А2 черные еще сделали несколько шахов, и вот в этой позиции белые ошибились. Ошибились очень серьезно. Ошиблись, точнее, прошу прощения. После хода король А3 выяснилось, что на Ладья Ф3 последует Б1 ферзь. И вот видите, Б1 ферзь защиты просто не стало. Последовали некоторые шахи. Опять-таки, маневрирование мы видим, привязали Ладью на Ф3 противника, и Б1 теперь неотвратимо стало. Пришли королем, и после очередных шахов, мы видим, еще некоторая техничность была проведена. То есть, пешка никаких вот... Еще не поздно было сделать, скажем, неудачный ход Б1 ферзь, и белые бы тогда спасались таким вот шахом на А3. Поэтому точность до конца, которую продемонстрировал Максим, мы видим, что сейчас возник такой эшпиль. Ну и в этом эшпиль, конечно, черные сделали все, что надо. То есть, постепенно подкрались королем с ферзем, и в итоге произошел цукцванг, при котором Ладья Белых теряется. Вот такой вот невероятной совершенно развязкой закончилась эта партия. Ян был хорош в этой партии, француз был еще более, наверное, хорош. И вот такая вот развязка. Ну что же, мы видим, больше ста ходов было сделано в партии, насыщенной, далеко не безошибочной, но здесь француз смог воспользоваться вот этим вот своим любимым, наверное, оружием. Это ферзем, как и у всех топовых игроков. Так что умейте играть ферзем, следите за подробными и тихими ходами, следите за промежуточными шахами. Ну и, в общем-то, желаю всем успехов. До новых встреч, пока!